Он находится сейчас за границей по личным вопросам. С ним связался секретарь от парламента. Он сказал, что он будет присутствовать на следующей неделе. По этой причине заседание юридической комиссии было отложено. Да, но подвинемая репетия Чуфача Румыния. Он не может, он не может явиться в страну раньше. День-два не имеет принципиального значения, он не скрывается. Но Чуфача Румыния? Я не сказал, что он в Румынии, я сказал, что он за границей. Ну, думаю, он сказал. А он сказал. Ну, хорошо. Я с ним не связывался, я не уточнял, где он. С ним связался секретарь от парламента. Еще раз. Сейчас на заседании бюро было сказано о том, давайте по-другому. В повестке дня заседания бюро был вопрос. Первый вопрос. По включению в повестку дня преминации парламента по Владимиру Чебатарю и отложение голосования по Жадону в связи с тем, что юридическая комиссия не вынесла своего рапорта, не сделала заключение. И тем не менее, несмотря на то, что было объявлено, что господин Жордан будет в стране в понедельник, заседание юридической комиссии назначено на завтра в 9 часов. Не подается объяснению, почему так необходимо делать, какая спешка в этом, зачем. Может быть, так же, как это было вчера с вооруженными представителями силовых структур, с перекрытиями трасс, перекрывать. Может быть, его задержат, как это было вчера с Мариной Таубер, за час до снятия иммунитета, когда он будет ехать с рапорта суда на заседание, не исключено, что и так. Продолжение следует... Вот немножко юридической стороне вопроса. Для того, чтобы вести уголовное дело против депутата, нет необходимости снимать ему иммунитет. Его нужно пригласить на допрос, допросить. Если депутат хочет, он пойдет. То, что происходит сейчас, мы сразу сказали. Еще полтора месяца назад мы подали законопроект о том, чтобы лишить статуса иммунитета всех депутатов парламента Республики Молдова. Для чего нужно устраивать то, что происходит сегодня? Для чего нужны эти шоу? Для чего нужны... Он говорит, он будет в стране в понедельник или во вторник. Для чего нужно делать специально, чтобы это было сделано не так, как он просит это сделать? В чем смысл этих действий? Мембри комиссии, мотиватка... Липса не интимеята. Еще раз. Никто не знал, кроме двух, наверное... А, еще момент. На заседании бюро, постоянного бюро парламента, два дня назад, два члена бюро заявили о том, что им известно. Им известно о том, что генеральный прокурор придет в четверг снимать иммунитет. Каким образом это возможно сделать? Запросите стенограмму заседания бюро, и вы узнаете, кто. Я мои семь просто спонсировали. Вот вопрос. Я задаю вопрос. Я задаю вопрос. Как возможно, чтобы члены постоянного бюро знали о том, что в четверг придет генеральный прокурор снимать иммунитет. Например, депутаты партии Шор об этом не знают. Скажите, нечемы с этими депутатами? Сделайте запрос секретарь парламента. Дома Лану, в апреппо, если я не ошибаюсь, то если человек, то если человек figureет в листах консилиеров или кандидателям на локали, то не может быть ретинута в моменте. Это норма избирательного прокурора. Сделайте, чтобы сделать изменения в листах консилиеров, чтобы сделать это, например, дамна Тау, Берн, или... Этим занимается партия руководящей органи. Я не принимаю решения по списку. Да, азмитете ажа что-то? В теории? Почему нет? Ар путь, азмите. Если я говорю много раз о том, что мы, инициаторы законопроекта в этом действующем парламенте, о том, чтобы снять иммунитет со всех депутатов парламента, какое целью для нас является скрываться или прятаться за избирательные кодексы? Вы находите логику в вашем вопросе? Я, например, нет, с точки зрения... С точки зрения того... Мы не знаем, потому что многие деклары, и другие делают логика. Логика в вопросе я уведу. Зачем нужно прятаться за избирательный кодекс или за какие-то другие позиции, если мы говорим о том, что мы не считаем себя находящимся в депутатской иммунитете. Мы не скрываемся, мы говорим снимите иммунитет со всех, а не избирательные, как это делается сегодня. И прекратите эти маски-шоу, которые были сделаны в понедельник. Когда меня господин Слуцаре объявил вот здесь у вас, вот здесь, да, или там он стоял, или здесь, о том, что я на своей машине пытаюсь спрятать двух депутатов парламента. Апрофу де дону Жардан, есть борьба де консезионария аэропорту, где мы хотим селесной тела зоны Чепутара. Разглашать детали по процедуре невозможно. Речь идет о событиях 2013 года, которые были основаны на решениях правительства. Избирательный подход прокурора к этому вопросу является незаконным. Господин Жардан был генеральным госпредприятием госпредприятия международного аэропорта Чешиняя. Ему incriminирует определенные деяния относящие 2013 года. Речь идет о том, что я смог быстро это посмотреть, присутствие на стане юридической комиссии в качестве слушателя как депутат, не принимаем части в дисбате. Мы считаем, что это незаконная формулировка того обвинения не незаконная. Она немотивирована, она необоснована, она избирательна. В качестве депутата, у меня есть права присутствия в седине комиссии, без права комиссии. И отчет, почему прокурор с этой solicитой, если, в опыне твоя, не существует о motivации, аргументе? В смысле, не об этом. Почему прокурор с этой solicитой? В том, что это позиция прокурора, он приходит, он приходит за это, он видит в этом необходимости. Думаешь, не обмануете, почему прокурор с этой solicитой в том, что это призывается, это позиция прокурора. Есть позиция защиты, есть позиция нападения. Начал с пленарного здания, я должен пойти, приходите на брифинг. После, да, наша пресс-служба... Нет, у меня лицензия проката приостановлена. Нет, я не смогу присутствовать.